Сегодня мы покажем нашу небольшую коллекцию кактусов. В нашей коллекции есть довольно много видов кактусов из рода гемноколициум. На фото гемноколициум квеля. Он не прихотлив в уходе, поэтому советуем его тем, кто еще только пробует вырастить свои первые кактусы. Этот гемноколициум засухоустойчив. Частые поливы ему не требуются. В зимний период этому кактусу будет достаточно всего трех поливов. Гемноколициум квеля необходимо выращивать на хорошо освещаемом подоконнике. Но на южном он будет чувствовать себя не очень уютно, а вот восточное окно ему подойдет больше. Субстрат для выращивания этого вида можно взять такой же, как и к другим кактусам. То есть с хорошим дренажем, с содержанием перлита, песка крупной фракции и керамзитом. Гемноколициум бальда также прост в уходе. Но вот некоторое существенное отличие в уходе. Этот вид любит свежий воздух. Помещение, в котором он растет, следует часто проветривать. Летом гемноколициум бальда необходимо обильно поливать. Теперь покажем интересный вид из другого рода кактусов. Это лофофора Уильямса. Этот кактус примечателен тем, что на нем нет колючек. В этом он похож на виды из рода Астерофитум. Лофофора любит яркий солнечный свет. Но не следует выращивать ее в месте, где на кактус будут падать прямые солнечные лучи. Лучше поместить горшок с растением на окно с рассеянным светом. Этот кактус выдерживает высокие температуры, но намного лучше будет ему при умеренной температуре воздуха. Скоро мы будем сажать и выращивать разные виды литопсов, кактусы рода Астерофитум и некоторые интересные виды семейства Аизовые. Канофитумы, гиббеумы и лопидарию. Какие из наших кактусов цветут каждый год? А радует нас каждую весну рибуция оранжевоцветущая. У нее крупные красные цветки. На фото вы можете видеть еще пока не раскрывшиеся бутоны. Что можем сказать об этом кактусе? Он просто в уходе, но при недостаточном освещении может вытягиваться. А когда света хватает, то рибуция выглядит как милый зеленый шарик с множеством белых колючек. Вот еще один интересный кактус. Хаматесефала тексенсис. Это вид из рода эхинокактус. Весной лучше всего притенять этот кактус, а летом держать на открытом солнце. Необходимо сделать хороший дренаж, чтобы в субстрате не задерживалась влага. В эстетических целях мы засыпаем верхний видимый слой земли крупнозернистым кварцевым песком. Также можно использовать другие декоративные грунты. Если хотите увидеть больше видео на эту тематику, подписывайтесь на канал. На этом все. Всем пока и хорошего настроения.